Чем вреден печеный лук? Лук обладает сильным антибактериальным действием, об этом знают все. Свежим луковым соком с медом лечат бронхит и пневмонию, снимают приступы кашля. Компрессы из тертого лука помогают при болях в ушах и способны даже снизить температуру тела, если накладывать их на ноги. Но мало кто знает, что полезен не только свежий, но и запеченный лук. При термообработке он не теряет свои полезные свойства, даже наоборот. Печеный лук. Печеный лук поможет справиться с язвами и долго не заживающими ранами. Нужно запечь луковицу прямо в кожуре и прикладывать к больным местам, пока не наступит улучшение. Следует использовать печеный лук при лечении фурункулов. Теплый луковый компресс нужно держать на проблемном месте 20 минут в день. Очень скоро фурункул исчезнет. Благодаря запеченному в духовке луку можно вылечить даже геморрой. Компрессы из лука обладают дезинфицирующими свойствами и помогают кожным тканям быстро регенерировать. Печеный лук необходимо почаще употреблять в пищу всем, у кого наблюдаются проблемы со свертываемостью крови. После инфаркта или инсульта такой лук рекомендуется есть ежедневно. Очень важно вводить приготовленный таким способом лук в свое меню людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к скачкам сахара в крови. Можно есть лук в дополнение к основным блюдам. А можно провести полноценный курс лечения луком или есть его натоща каждое утро. Эффект заметен уже через неделю, а все благодаря чудесному составу этого овоща. Сера и железо в печеном луке помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и поддерживают исправную работу поджелудочной железы и печени. При употреблении запеченного лука улучшается состояние больных гипертонией и атеросклерозом. Лук помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, препятствует резким скачкам кровяного давления. Не зря мне всегда так нравился вкус печеного лука в различных блюдах. После запекания в духовке из лука всего лишь исчезают эфирные масла, которые придают свежему луку специфический вкус и запах. Но польза остается. Выбирай луковицы среднего размера для приготовления целебного печеного лука, они содержат наибольшее количество ценных микроэлементов. Сообщи своим друзьям об этом крайне полезном для здоровья средстве. Печеный лук практически не имеет противопоказаний, главное употреблять его в небольших объемах и правильно готовить. Также не стоит употреблять в пищу печеный лук людям, имеющим индивидуальную непереносимость продукта. Печеный лук нельзя есть людям, у которых есть проблемы с печенью. Также не стоит есть сильно запеченный лук пациентам, страдающим заболеваниями кишечно-желудочного тракта. Лучше всего есть чуть запеченный лук. Так будет и вкуснее, и гораздо полезнее. При использовании печеного лука в лечении главное не забывать, что он является только вспомогательным средством. Рецепты приготовления настоек из лука. Таким образом, печеный лук при сахарном диабете не просто можно, а необходимо есть. И количество этого продукта не ограничивается. Вариантов тут множество. Лук используется в качестве дополнения к основному рациону его, добавляют в огромное количество блюд, в том числе и диетических лук добавляется в салаты из лука, готовятся настои. Для больных недугом специалисты советуют готовить настои из печеного лука при сахарном диабете, поскольку целительные свойства растения при этом раскрываются в полной мере. Лук измельчается, складывается в банку стеклянную двухлитровую, заливается водой холодной, но кипяченой, затем содержимое банки перемешивается банкой в холодильник, помещается на сутки, лекарство принимается за 15-20 минут, как минимум. Трижды за день в количестве одной трети стакана перед приемом в стакан добавляется уксус, чайная ложечка, важно, недостающий объем настоя необходимо единожды в день пополнять такой же водой. Лечебный курс 17 дней. Понижает сахар также эффективно лук при сахарном диабете, если приготовить из него такую настойку. Белую твердую часть лука, нужен порей 100 граммов, измельчают и заливают вином, вторая литрами, обязательно сухим красным. Смесь в холодильнике настаивается 10 дней, употребляется настой после еды по 15 граммов, курс единожды в год на протяжении 17 дней, и в течение 12 месяцев объем сахара поддерживается в норме. Такой способ лечения подходит только для взрослых. Лук печеный и его польза. Весьма эффективно, причем без негативных последствий для здоровья, объем сахара понижает лук, который запекают. В этом случае луковица либо печется на сковороде, либо несколько луковиц неочищенных запекаются в духовке. Употреблять печеный лук при сахарном диабете надо перед едой трижды за день. Лечебный курс продолжается месяц, и при этом объем сахара поддерживается в рамках нормы на протяжении полугода. Луковица, которая печется на сковороде, подбирается средняя, она не очищается. Такой лук нужно есть обязательно натощак. Перед каждым употреблением на сковороде запекается новая луковица. Можно добавлять печеный лук при сахарном диабете в диетическую пищу. Если лук запекается в духовке, можно запечь сразу несколько луковиц, до десятка. Специалисты говорят о том, что если запекать лук в духовке, его полезные свойства сохраняются полностью и совершенно не утрачиваются. Лук не следует очищать, только промыть. Важно, лук нельзя поджаривать, только печь, поскольку при жарке овощ теряет большинство полезных компонентов, входящих в его состав. Также следует учитывать, что долго есть лук при сахарном диабете, который просто запекается, мягко говоря, надоедает, а потому были придуманы специальные рецепты, предназначенные непосредственно для страдающих диабетом. Блюда, приготовленные в соответствии с такими рецептами, разнообразят, придадут вкус и пользу меню человека, страдающего диабетом. Известным и чаще всего употребляемым является такой рецепт, по которому можно приготовить вкусное блюдо с использованием овоща репчатого. Чтобы приготовить блюдо, потребуется Средние луковицы 5 штук, несколько маленьких ложек оливкового масла, пищевая фольга, в которой запекаются продукты. Луковица очищается, разделяется на 4 части, солится, сбрызгивается маслом оливковым. Все части перемешиваются. Фольга нужного размера укладывается на лист, противень, сверху выкладывается лук срезом вниз, после чего сверху лука кладется еще один лист пищевой фольги нижней, и верхние листы фольги соединяются краями. Запекать в духовке при среднем температурном режиме 30 минут после приготовления лук, можно есть с гарниром, какой соответствует предписанной диете. Эффективные рецепты от фурункулов с использованием лука. Для того, чтобы лук способствовал быстрому созреванию нарыва и вытягивал гной из него, необходимо правильно приготовить луковицу для использования. Существует несколько способов запекания лука. Разрезать луковицу пополам. На сухую сковороду положить половинку срезом вниз. Накрыть крышкой и 10 минут выдержать на слабом огне, можно в духовке, а затем приложить печеную луковицу на чирий. Сверху сделать теплую повязку, шар в платок. Через пару часов приложить свежеиспеченную половинку луковицы. Запечь половинку луковицы по первому способу, а после этого разобрать луковицу на пластинке. Снять с пластинки пленку и приложить ее к нарыву очищенной стороной. Сменить пласт лука, когда на нем соберется вытянутый гной. Печеный лук применяется в различных вариантах. Лук печеный можно измельчить в кашицу, в которую добавить хозяйственное мыло или измельченный зубчик чеснока. Полученную смесь приложить к фурункулу и закрепить с помощью повязки. Держать нарыв в тепле. Из одной печеной луковицы приготовить кашицу и смешать с одной ложкой столовой муки и одной ложкой столовой меда. Смесь прикладывать под повязку на чирий до его созревания и выхода гноя. Лечение фурункула луком можно проводить и с использованием лука в свежем виде, а именно. Одну луковицу измельчить на терке и смешать с половиной чайной ложки сухого чистотела. Кашицу приложить под повязку к нарыву. Кашицу из свежего лука перемешать с мелко нарезанным щавелем 20 граммов. И приложить к фурункулу, что ускорит его созревание. Одну картофелину, одну луковицу и две дольки чеснока измельчить на терке, перемешать. Полученную массу нанести на чирий и зафиксировать повязкой, которую необходимо два раза в день менять. Залить листья шалфея 20 граммов. И одну луковицу, нарезанную кольцами, одним стаканом воды кипяченой. Поставить все на огонь. Спустя несколько минут откинуть лук и шалфей на дуршлаг, перемешать их, а затем в горячем виде приложить на чирий. Такую процедуру рекомендуется повторять два раза в день. Не забывайте о том, что следует обрабатывать воспаленное место перекисью водорода во время каждой перевязки. Ставьте лайки. Благодарю за просмотр видеоролика. Пишите комментарии. С вами была Алиса Иванова. Продолжение следует...